но доброго времени суток дорогие детишки у меня есть патроны это уже радует как мне их убрать то окей обратно как вы ничего предлагаете сделать прозрухой всех убивать с бешеным кулдауном быстрее в медицинский терминал а в чем проблема тут же зомби сейчас будут чем не делать вон они лежат кто-нибудь из них в этой гряне не встают конечно ну мало ли иногда они возвращаются ну окей у меня охеренная температура классно а давление это тут причем давление это то которое там 120 на 60 обычно или там сколько а это этот доктор которым нам помогал все это время он немножко зомби он босс следующий видимо до или последний может даже превратиться как он кракозябры нибудь как говорил дарт вейдер зашибись классно ну спасибо да я совсем забыл что у меня есть чпот но перезаряжать я и про я сижу пытаясь видеть за сюжетом нихрена себе у вас тренировки точнее инценировки по-моему зомби вполне реально я почти более чем уверен что я смогу как-нибудь поражить без оружия верните мне мою пушку ёпта в 30 голда быть дополучу за херня вообще ладно у меня есть буллет тайм разруха там а что значит я не найду выход из лаборатории вот он что о чем речь вообще доктор тут дурак совсем ты хоть лифт заблокировала не знаю о подожди тут секретник все разрешаю ехать обратно и сколько не обратил внимание прелестно они специально главное поставили мало 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 зомби а куда второй зомби делся на лифте уехал что или про под землю провалился я выполню я более чем уверен что я стукнул только одного из них ну ладно предположим специфический конечно поворот сюжета мы конечно его никогда не видели такой что я делаю здесь я не знаю где выход я только что увидел а понятно что мне пушка вернут в какой-то момент нет смотреть что-то помощнее вот блять ты чё разруха мать фейл как-то не ожидал что это похер я не буду оживляться не ожидал что граната по нет попадет и рак вообще конечно смотри кулачок то нормально бьет по лицу возьми его возьми ладно не бери ничего тормозное животное а где все эти вот штуки апгрейды апгрейды мимо блин не теперь полная бегать от них а вот почему в два зомби накрыла потому что гладиолус я понял потому что электричество херачит по-всякому это явно та самая миссия который переигрывает несколько раз для того что подфармить что-то не имеет никакого смысла потому что гладиолус опять же кто будет в своем уме такие такой херней заниматься что-то много делала башка чего делала может это или здоровье больше здоровья да не обратил внимание нас на один увеличилась или на 2 этот божественный хак конечно то еще блин время препровождение не понял извините вопросу кстати время препровождения тут скоро как известно выйдет художественный фильм вообще-то я тут кругами не бегаю потому что дорога только одна и как бы не устаю тоже ибо ибо с играли ладно короче должен скоро выйти 24 полноября художественный фильм 28 панфиловцев и безотносительно к самому фильму но поскольку я очень все-таки не видел не скоро увижу к сожалению вот конкретно почему так почему я его не увижу вот это уже другая история прохладно очень сильно потому что я не дали не далее как там час назад смотрел в афише в местных кинотеатрах естественно там панфиловцев нет ни хера потому что я не знаю может им не предлагали купить право на про на на по на показ может типа они не захотели потому что эта идея противоречит генеральной линии партии в плане того что мы же вроде как как мы мы это громко сказано но типа европа это как как бы типа санкции там его мои все такое было а показывать подвиг советского солдата в это непростое время суток как бы наверное не комильфо фигасе он что это решил встать неожиданно ползал ползал а потом раз и встал блин короче хер его знать хотя как я я вроде так смутно помню но вроде бы всякая гуана типа российская в плане фильмов показывали все там всякие сталинграды там вот это все херню что там еще там было левиафа левиафана насчет левиафана кстати не уверен вот сталинграда точно афиши видел хотя можете ошибаюсь херу знает в основном все показывали вроде как включая богомерзкое предстояние там и так далее ну этот утомленный солнцем были все вот это вот херню бестолковую блин а тут я не знаю насколько он хороший фильм потому что судя по трейлеру вроде нормальный должен быть ну типа как в лучших традициях советского кино где больше про людей чем про войну поэтому а понять как как там на самом деле затруднительно ввиду того что по моему я до того что в комментарии в основном большей частью сводится к тому что ну в ютубе там на в интернетах так далее что типа фильм говно потому что дескать миф там за основе лежит ну 28 28 панфиловцев такой а какая какое это имеет отношение к тому хороший фильм или плохой в итоге получился ну типа давайте сам фильм может оценивать они то на основе чего он сделан типа ну вот например 9 рота того же бандерчука блин я он говно потому что сам фильм говно они потому что там переврали типа что-то там продеть про эту девятую роту блин то есть там только химитография была окей но в том смысле что довольно красиво снята ну с таким бюджетом то конечно были там 30 лямов или сколько он стоил хер за 20 лап 15 до хера бля где в кнопка тут где-то должна быть кнопка полюбая а тут вроде как сняли сколько там 90 миллионов рублей этот бюджет панфиловцев это сколько по курсу полтора ляма что такое если я правильно понял где кнопка реально чё за химия или я отсюда пришел я чё-то заблудился краями то есть как бы и все вот зудят без перебоя на тему того что блин вот там мифы плохо еще поход и как-то странно в общем это все ну и вот из-за того что блин видимо поскольку советские люди там показаны что не не современный в современном гондурасе придется мне видимо смотреть на торрентах потому что у нас кино и показывать в принципе а можно мне обратно оружие свой получить видимо можно то есть она видимо просто материализовалась вдруг откуда ни возьмись привет 11 минут ну ладно хотя можно было бы конечно и закончить на этом но я там осталось то это по-моему сейчас 9 миссия будет то есть как вы там пушка моя есть а здесь извините меня не туда вот так значит будем поступать прохладная история найди теперь и какой-нибудь оружие просто такой подход как бы к кино меня не вполне не вполне понятен на кой хер вообще это нужно и что это в результате дает типа ну это художественный фильм вообще начнем с этого изначально говорилось что он художественный фильм как и все остальное что снималось до этого типа те же сталинграды там и опять же в первую очередь предстоянию например тому же вот так была претензия опять в первую очередь из того что сам фильм говно феерическое они то что а потом уже вторым этим самым вторым пунктом шла историческая достоверность или ее отсутствие не эту пушка вернули неожиданно ну кей а именно главным образом потому что никита не сергеевич изо всех сил вещал постоянно что дескать все по секретным документам там каким-то мифическим про парусные танки там ну и вот это вот это все блин то есть исключительно из-за этого уже дать до начали докапываться уже после того как увидели что сам по себе фильм говно ну типа и серии если ты снял вот такой дерьмище там с жопами свешенными самолеты и фашистов там и так далее типа может там хотя бы в основе что-то как бы есть и потом резко оказалось что нихера там в основе нет блин решитель ничего вообще кого хера здесь что здесь просто тупик на кухер не знаю чтобы винтовка видимо вернуть или как в какой момент я вернул я знаю я что-то пропустил не уверен но неважно там и сталинград и не знаю какая у него была в чем была идея создание этого фильма насколько я по я его по моему даже не видел до сих пор насколько я понимаю там вся идея была в том что эта баба которая там живет типа в этом доме павлова или как о там там трахается совсем не напропалую и что-то у них там любовь морковь а война так по боку фашисты там как всегда хорошие ну типа нормально да вообще люди пришли блин уничтожили то сколько там 36 показывать пытается но это же полная ересь но я веду по всех потерь там и гражданских и военных так далее даже если принять как данность что типа не все фашисты ну нацисты как бы не суть важно они были датные звери там и расстреливали людей там мирных жителей потому что понятное дело что они не все под одну гребенку это же глупо глупо утверждать обратное чуть не помер от неожиданности точно так же как в красной армии там не были все сплошь стойкие бойцы за моральный облик и все такое тоже мрази хватало потому что все люди разные как как иначе только не попадает но это не значит что нужно концентрироваться на этих блять нюансов таяние эти благородные арийцы как говорится все бойцы красной армии там просто какие-то уроды и мрази блин но так же не бывает как бы зачем это для кого это дело так же можно почему ты живешь из долбов ни один хп где залечка какая здорово забежать на добежишь вообще не очень какие-то странные тут набеги со всех сторон а залечиться то можно как-нибудь таки ну не как где-то есть здесь аптечка полюбе может здесь или там хер знает как там никита сергеевич говорил опять же в одном из интервью типа что вот где мы хотим показать другую сторону войны а кому-то нахер надо вот для кого это кроме к самого никита сергеевич это реально кому-то надо помп поможет никому это нахер не надо короче странная мотивация какая-то маразм можете не знаю блин а тут опять же вроде как кино про людей для людей там про героизм и так далее общий причем тут мифы блять ящик не знаю какую-то херню какую-то начали феерическую обсуждать там периодически типа из серии что там танки у них я не изучал там материалы конкретно этой битвы прям под вас под москвой суши мужик а ты такой же самый как и был до этого это повторение мать учения нахера то есть ну боевой листок там все такое не смотрел понятия не имею там как там точно все дело происходило исходя из отчетов да как фашистских так и наших ходили там клеве не ходили понятия не имеют да и похер в общем то неважно ну и к чему ты тут был мужик могли бы еще одного босса нарисовать видно не судьба или что там танки у них дескать идти смотрят стоят и ждут когда в ней гранату кинут но я не знаю как там точно фильме я жарю его еще не видел ну допустим может он может он заклинило хер его знает прям танк окопа не просто также против танков хорошо действовали ну типа не только солдат защищали но и типа там как-то его замедляли по меньшей мере это может быть выводили из строя какие-то части там гусеницы ломались у него или чем трансмиссии это все наверное не очень хорошо выдерживала понимаешь этот танк но у него все равно же из железа сделан там амортизаторы рессоры что там у него было катки эти всякие они у нее тоже как бы не не вечные блин особенно когда кругом зима там и минус до хренадцать градусов ну в общем непонятно ну и опять же взять те же советские всякие старые фильмы хорошие типа ну до хера их было тысячи блин про войну да они то в основном то не про войну опять же про людей большей части то что там почти везде была показана только одна сторона что типа ну советский солдат хороший был ну так это нормально а почему должна страна выставлять своих солдат как каким-то мразями были постоянно и вполне понятно по моему это противоречит логике то есть типа абсолютно это примерно то же самое как вот этот аргумент с местными нацистами до латвийскими ну который там 16 марта ходит с парадами да ну правда их все меньше меньше становится на этих парадах но тем не менее они все еще ходят упоминает там друг друга то есть как бы с одной стороны да вроде нацисты там в этих в эсэсовских батальонах служили все в дольфе в до добровольческих а может ну многие там можете добровольно были не суть важно а с другой стороны опять же как можно с точки зрения государственной пропаганды обсирать своих солдат потому что и те и другие и те которые в солдат в этих в советской армии воевали и в нацистской все это типа одни и те же солдата но одной и той же страны как бы по сути дела то есть как можно их ну обсирать одних и опять же с точки зрения пропаганды понять можно в этот момент конечно не пытаясь защищать нацистов здесь по блин вообще никак с моей точки зрения не мрази были так и остались но типа но мотивацию как бы хотя бы за этим понять можно так и здесь блин здесь здесь последние 20 лет блин в российском кино ты занимались только тем что обсирали советского солдата или российского солдата или там какого еще солдата любого блин условно русского солдата блин ну кей ну надо наверное пора уже и хватит может быть давайте уже не будем уже в этой херней заниматься так что странные люди короче нет надо сначала просто определиться сам по себе фильм хорошие или нет а потом уже все остальное ну и вот поэтому это я к тому что вот в общем то в целом глобально обидно что у нас вы не показывает кино я 1 раз ходил чисто для того чтобы поддержать потому что если фильм хороший то лучше если вот этих будут люди снимать кто там у них режиссер шальёпа какой-то не знаю кто это лучше если кино хорошее лучше пускай он снимает ну типа получит денег на следующие там фильмы какие-то пускай он снимает чем какие-нибудь там эти адриасяны всякие михалковы и блять и прочее днище типа этого кто там левиафана сделал блин звягинцев не звягинцев хер знает не помню звягинцев наверное всякие лунгины и блин и прочие мудаки вот эти блять пускай лучше шалёпы снимают из ну а вот хер у нас не показывают что с них взять мудилы такая вот прохладная история может быть потом когда будут торренты я в лок на тему запилю посмотрим ну там видно будет а соответственно сегодня все шерсти лайк эти видео оставляйте ваши так наши книги для жалопа предложения секция для комментов внизу подписывайтесь на канал до новых встреч в эфире граждане